Всем привет, с вами Алекс Гайвер, и в этом выпуске я расскажу о том, как управлять уже знакомым вам электромагнитным клапаном при большом давлении, на этот раз используя слабые источники питания, что ещё на шаг приблизит нас к созданию мощных самодельных электропневматических винтовок. Заранее хочу предупредить, что ссылки на весь электронный хлам, использованный в видео, есть в описании на странице просмотра на ютубе. Таблицы с результатами тестов скорости разных снарядов будут как в конце видео, так и в статье про клапан на моём сайте. Я протестирую как стальные шарики для пневматики, так и страйкбольные с разной массой. Как вы уже знаете из прошлого выпуска, этот клапан с Алиэкспресса позволяет резко открыть и закрыть выход находящемуся под давлением воздуха для использования самодельной пневматики. Меня много раз спрашивали о размерах клапана и влезет ли он в гирбокс. Вот они. Также эта картинка есть в статье про клапан, как и все остальные картинки. В одном из прошлых выпусков я рассказывал и показывал, как рулить этим клапаном, используя очень дорогой мощный аккумулятор, контроллер и силовую схему на пылевом транзисторе. Сейчас давайте рассмотрим более мощную и дешёвую схему. Помните основную цель? Подать на клапан короткий импульс очень мощного тока, выше 20 А. С этой задачей отлично справится обычный конденсатор, заряженный постоянным током. На конденсатор подаётся постоянный ток, он заряжается буквально за секунду и перестаёт проводить ток. Затем конденсатор подключается к клапану и клапан открывается на очень короткий промежуток времени, достаточный для выстрела. Экспериментальным путём удалось выяснить, что для таких целей с запасом подходит конденсатор на 25 вольт и ёмкостью около 5000 микрофарад. А вот где взять такое напряжение для зарядки? Можно взять две 9-вольтовые кроны и получить 18 вольт, но это дорого и недостаточно. Есть просто офигенный вариант, который позволит использовать для зарядки конденсатора любой аккумулятор, от гидридных пальчиков до литиевых сосисок 18650 и аккумуляторов из телефонов. Это китайский повышающий модуль постоянного тока, способный поднять любое напряжение с 2 вольт до 28 вольт, причём выходное напряжение можно настроить. Купить его можно на алиэкспрессе по цене в половину шаурмы. Конечно же есть обычные повышающие микросхемы преобразователи, но ими сложнее управлять, я же стараюсь показать, как можно сделать проще. Я подключу китайский модуль к 9-ти вольтовой батарейке и вольтметру. Китайцы ленивые, поэтому модуль не настроен и показывает неувеличенное напряжение на входе. Вращаем крутилку против часовой стрелки до тех пор, пока напряжение не начнёт повышаться. В описании было написано вертеть около 10 оборотов. Ну вот, модуль готов к работе. Заряжу конденсатор на 24 вольта. Теперь давайте соберём простейшую схему для управления зарядкой и разрядкой конденсатора. Для этого понадобится вот такой мощный многоамперный переключатель, который используется в основном в бытовой технике. Беленький я вытащил из микроволновки, а синенький называется однополистный микропереключатель по М29, я купил его в магазине радиодеталей. Также их можно купить на алиэкспрессе. Схема очень простая. Когда кнопка не нажата, конденсатор заряжается. Как только нажали кнопку, конденсатор переключается на клапан и открывает его. Отпускаем кнопку и снова пошла зарядка. Очень просто и эффективно. Можно вставить ещё два выключателя. Один будет общим выключателем системы, а второй передохранителем на выстрел. Вот вам, пожалуйста, простейший полуавтоматический пневмоэлектрический привод для воздушной винтовки. Теперь я проведу серию экспериментов на макете пневматического ружья. Источником сжатого воздуха будет дюймовый 30-сантиметровый стальной сгон, накачанный самодельным насосом высокого давления. Далее идёт клапан с питанием от 9-ти вольтовой батарейки и конденсатор на 25 вольт 10 тысяч микрофарад. На выходе из клапана стоит штуцер, в котором закреплена деталь от капельницы, играющая роль затвора, которая, в свою очередь, очень туго входит в палку от шарика, играющую роль ствола. Длина ствола 45 сантиметров, калибр 4,5 миллиметра. Снаряд шарик для пневматики массой 0,35 грамма. Шарик сидит в стволе с зазором, что немного снижает скорость при выстреле. Скорость шарика на выходе будем измерять бета-версией нового самодельного хронографа. Внимание! Стрелять стальными шариками с такого расстояния опасно, поэтому я использую вроде бы прочные плексигласовые очки. Потом в них постреляем, проверим. Начнём с 10 атмосфер. Вот первые результаты. Очевидно, что скорость растёт по мере роста давления. Напряжения на конденсаторе в 25 вольт хватило вплоть до 18 атмосфер, где система выдала скорость 143 метров в секунду. Если на клапан подать более 20 атмосфер, то он выйдет из строя и начнёт стрелять 80 метров в секунду, пока не сбросишь давление до атмосферного и не накачаешь заново. Я не знаю, почему это происходит, возможно, клапан можно доработать руками, потом этим займусь. Так что примем рабочее давление, равным 17 атмосфер. Потом я подумал, а на кой хрен я вообще использую эту штуковину от капельницы? Она имеет маленькое отверстие и, скорее всего, снижает скорость. Ствол-то можно подключить напрямую, обмотав часть палки о шарик изолентой и засунув его прямо в штуцер. И на 10 атмосферах система сразу же выдает 140 метров в секунду. Я провёл ещё пару тестов, и максимальная скорость достигла 160 метров в секунду и энергии 4,5 джоуля при давлении в баллоне равном 17 атмосферам. И это с учётом зазора, так что с нормальным стволом можно выбить 170-180 метров в секунду. Но есть ещё одна проблема. Клапан остаётся открытым очень долго и выпускает много лишнего воздуха. Давайте измерим, как долго он остаётся открытым. Я положу микрофон около клапана, запущу запись звука и нажму на кнопку. Затем выделю полученный пшик и смотрю время. 86 миллисекунд. По моим расчётам, шарик движется в стволе не более 10 миллисекунд. То есть мы теряем очень, очень много лишнего воздуха. А сам выстрел больше похож на пшик, чем на выстрел. Я не люблю такую низкую эффективность. Немного теории. Конденсатор имеет ёмкость и максимальное допустимое напряжение, которое превышать нельзя. Чем выше напряжение на конденсаторе, тем большее давление может открыть клапан. Чем больше ёмкость конденсатора, тем дольше клапан будет открыт. Но не всё так просто. Я взял ещё два конденсатора, на 4,700 и на 3,300 микрофарад. Вот результаты. Мы можем видеть, что с уменьшением ёмкости падает максимальное давление, которое может открыть клапан. Но также уменьшается время, на которое клапан открывается. То есть растёт экономичность винтовки. Ещё немного теории. Конденсатор разряжается примерно вот так. То есть в первое мгновение с него прёт максимальный ток, а затем резко падает. И чем больше ёмкость, тем дольше конденсатор будет отдавать нужный для открытия клапан ток. Поэтому, выбирая конденсатор с большой ёмкостью, мы получаем плавное падение тока, которое поддерживает клапан открытым и травит лишний воздух. Эту проблему можно решить как в прошлый раз. Просто взять и отключить конденсатор от клапана через пару миллисекунд после открытия. То есть мы получим пик очень сильного тока, который через некоторое время будет обрываться сразу в ноль. Клапан закроется и не выпустит лишнее. И ещё одна особенность. Конденсатор имеет время зарядки. Дополню предыдущую таблицу этими значениями. Как вы можете видеть, даже используя самый быстрый конденсатор на 3300 микрофарад, мы получим максимальную скорострельность менее одного выстрела в секунду. Но если отсекать разрядку конденсатора, то он не будет разряжаться полностью, и будет просто дозаряжаться перед каждым выстрелом. Это позволит делать десятки выстрелов в секунду. Другими словами, это даёт возможность создать пневматический автомат, работающий от пары батареек и баллона со сжатым газом. Кажется, на помощь пора звать таймеры и контроллеры, чтобы прямо вручную задать задержку открытия клапана. Для управления конденсатором понадобится электромагнитное реле с тремя контактами, то есть переключающее реле. Например, стандартное реле от Ардуино. Второй вариант – это полевой транзистор. Схема с ним будет намного компактнее. Для демонстрации работы я использую схему с полевым транзистором из прошлого выпуска, но вместо аккумулятора поставлю конденсатор, к которому подключен китайский модуль, снабжающий его напряжением. Вот так он выглядит. Очень компактный девайс, который сможет открыть 18 атмосфер от пары пальчиковых батареек. Старую схему нужно просто дополнить конденсатором и модулем. Таких штук я, скорее всего, сделаю несколько на продажу. В прошивке поставлю время подачи напряжения с конденсатора на клапан, равное 5 мс. Выстрел производится нажатием на кнопочку. Бабах! Скорость не изменилась, всё те же 140 мс для 10 атмосфер. А что с падением давления? Смотрим. При выстреле давление падает на 1 треть атмосферы, вместо 2 атмосфер, как раньше. А теперь посмотрите на время перезарядки конденсатора. Почти моментально. Но клапан всё равно выпускает лишний воздух. Это уже обусловлено его конструкцией. Когда я поставил 5 мс для 10 атмосфер, он был открыт 11 мс. То есть 11 мс – это минимальное время, на которое может открыться клапан при 10 атмосферах. При 17 атмосферах я поставил 12 мс, но клапан держится открытым в 18 мс. Но это всё равно ровно в 3 раза меньше, чем напрямую от конденсатора, без контроллера. То есть такая схема ровно в 3 раза более экономная по расходу воздуха. Я думаю, что если ещё поковырять клапан, там, пружинку поджать или ещё чего, можно сделать потери ещё меньше. Теперь попробуем вариант с реле. Он будет намного проще. Собираем схему согласно схеме. Видите, она уже не такая компактная, но зато все компоненты просто покупаются на Алиэкспресс и соединяются почти без пайки. Эта система также способна открыть 18 атмосфер давления на несколько мс от источника питания выше 5 вольт. Если вам нужно подробное видео по сборке и написанию прошивки, то напишите в комментариях, я его сниму. Теперь скажу пару слов о 555 таймере в качестве управления клапаном. Он имеет два режима работы. Однократный импульс и режим генератора частоты, который можно использовать как автоматическую стрельбу. Таймер выдаёт импульсы напряжения в 5 вольт, которые могут открывать реле или пылевой транзистор. В общем, всё то же самое, что делала Ардуино. Управляется таймер двумя резисторами и одним конденсатором. Их номиналы рассчитываются по формулам. В описании под видео вы найдёте ссылку на удобный онлайн калькулятор для этого таймера. Также я набросал пару схемок для подключения таймера. Вернёмся к тестам на начальную скорость. С остальными шариками всё ясно-понятно, теперь давайте проверим страйкбольные. Для этого я поеду в страйкбольную мастерскую Кюгель Верфер. Здесь я взял 55-сантиметровый страйкбольный стволик и пострелял в хронографы шарами с разной массой. Вот обещанные результаты теста клапана по скорости и энергии. Я думаю, что многих заинтересует такая штуковина. Особенно если его доработать, чтобы открывался хотя бы на 30 атмосферах. Я займусь этим по мере возможности. А для самодельных страйкбольных винтовок он подходит прямо из коробки, выдавая почти 200 метров в секунду 0 вторым шаром. Что очень неплохо, особенно для самоделок. На этом я заканчиваю свой рассказ, надеюсь он сподвигнет вас передумывать электронную самодельную пневматику вместе со мной. От меня самого ждите кучу оружия, работающего на этом клапане. Особенно скорострельного. Покеда! Продолжение следует...